Это проявляется в запрете общаться на украинском языке, учиться по украинским образовательным программам, изучать свою историю и читать украинские книги. Образовательный геноцид является частью общего геноцида РФ против Украины, об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. На всей территории Украины российские бомбы, снаряды и ракеты разрушают учебные заведения, заставляют детей, родителей и учителей покидать родные дома. «Спасаться от опасности, прерывая образовательный процесс и нанося тяжелые потери в образовании наших детей», — отметил он. По его словам, многие учебные заведения в Украине уничтожены и разрушены. Горбачев отметил, что на временно оккупированных территориях образовательный геноцид проявляется в запрете общаться на украинском языке, учиться по украинским образовательным программам, изучать свою историю и читать украинские книги. Окупанты принуждают работников и руководителей учебных заведений переходить учить детей по российским стандартам и на русском языке. Иногда учителя вынуждены это делать в прямом смысле под дулом автоматов, — заявил он. По словам Грачева, в школах на оккупированных территориях появляются новые предметы, в частности истории Отечества, во время которых проводится российская пропаганда. На некоторых территориях с целью деукраинизации оккупанты даже продлили учебный год до сентября для изучения русского языка, русской литературы и истории, чтобы подготовить учащихся к новому учебному году, — рассказал чиновник. Напомним, российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведений в Украине. Как заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, 1 сентября 2022 года очный учебный процесс начнется только в тех школах, которые снабжены бомбоубежищами. Спасибо за просмотр. Мы стараемся сообщать в первые же минуты события. Поставь лайк и подпишись, если тебе нравится то, что мы делаем. Славная Украина разурилась, а мы тую червоню колыну видимем, а мы нашу славную Украину разберем. Украина разурилась, а мы нашу славную Украину